Расширенное заседание Мозырского райисполкома сегодня началось с приятного момента. Председатель Елена Павлечко вручила орден матери Мозырянки Наталье Лесминской, а также поздравила заслуженные награды руководителя и коллектив городского телеканала, который по итогам прошлого года стал лучшим в Гомельской области. Гомельский образной исполнительный комитет награждает диплома первой степени и номинация «Лиша телевизионная радиовещательная средства массовой информации», «Коммунально-вентарное предприятие телеканал «Музырка». Мы нашли хорошие, которые будут равны нашим властью и нашим странам. Первый вопрос, который вынесли на обсуждение, итоги социально-экономического развития Мозричины за 2020 год. Прямые иностранные инвестиции, объемы инновационной продукции, расширение рынков сбыта и показатели по экспорту товаров. Вот жилья, розничный товарооборот, трудоустройство и энергосбережение. Цифры, данная аналитика, от которых зависит настоящее будущее района, достаток Мозырян. На каждом пункте докладчики останавливались подробно. По итогам отчетного года не выполнены ключевые показатели. Это экспорт товаров без учета нефтенефтепродуктов и республиканских предприятий. При задании на январь-ноябрь 105%, фактически 94% темп составил. По экспорту услуг без учета республиканских организаций при задании 103,3%, фактически получен результат 65,4%. Пандемия 2020-го сказалась на многих отраслях. Год был действительно очень сложным для всех и каждого в частности. Мозырянам удалось справиться с ключевыми показателями по прямым иностранным инвестициям на чистой основе, а также с рядом других заданий. Строители за год сдали 66 тысяч квадратов жилья. 152 многодетные семьи стали обладателями собственной жилплощади. В районе появилось 45 новых организаций. С плюсом сработала отрасль сельского хозяйства. Не дотянули в розничном товарообороте и сфере общепита по экспортным показателям количеству трудоустроенных. На нынешнем заседании также обсудили исполнение бюджета Мозырского района за прошлый год и озвучили планы на текущее. Приоритетные задачи на 2021-й – продолжение технического перевооружения и реализация инвестиционных проектов валообразующими предприятиями, улучшение качества и конкурентноспособности выпускаемой продукции, усиление позиций на действующих рынках сбыта и освоение новых. Екатерина Юрченко, Юрий Горобец, телеканал Мозырь.